Продолжение следует... Продолжение следует... Телеграм-канал «Аналитика Куща». Такое название. Просенькое, но со сложными смыслами и хорошими материалами. По поводу еще одного момента. Мне там предлагают записывать того или другого и так далее. Во-первых, ну давайте так, я же не наемный рабочий. Для того, чтобы любые хотелки выполнять для тех, кто мне пишет. Вот это первое. У меня своя программа, свое понимание материала, текста, собеседников, гостей, коллег, между прочим. Коллег. А не просто, скажем так, позиция журналистом, эксперт. У нас не журналистский формат, у нас формат собеседования, диалога, дуэта. Как угодно можно назвать, но не классическое. Тем более ютубовское интервью, когда журналист один вопрос задал, ну и в конце еще один вопрос. А в основном слушают монолог гостя. Я знаю почему, потому что журналисту нечем ни возразить, ни углу, ни спросить для того, чтобы вести беседу вглубь. Ну, это так. Еще один момент. Как вы могли бы заметить, я никогда не пишу со скайпа никого. Есть на это две причины. Первое. Ну, во-первых, я хочу, чтобы собеседник был в студии, чтобы я чувствовал его энергетику, глаза, реакцию на те или иные повороты сюжета и так далее. А во-вторых, те, кто присутствуют в студии в Киеве, во-первых, это есть свой формат. Во-вторых, я не хочу, чтобы вот из-за кордона записывались всякого рода конспирологи, да и просто городские сумасшедшие, о которых мне тут пишут, почему их нет здесь. Понимаете, это легко сидеть где-нибудь там в Канаде или в США или где-нибудь в других местах, там, поближе, и что-нибудь нести, пургу какую-нибудь. Нет. Мы не по пурге. И я не гонюсь за подписчиками и за зрителями. Я гонюсь, я хочу, содержательного, глубокого материала. Соответственно, и гости такого же плана. Люди глубокие, мыслящие, содержательные, с хорошей академической подготовкой, между прочим. Это, как правило, преподаватели, выпускники философских факультетов, классических университетов, а не каких-нибудь курсов МБА там или еще других там трехмесячных курсов ЕЛЯ или вообще каких-нибудь тут Академии, Международной Академии Персонала. Да, вот спасибо нам и чайок, Алексей. Чайок, спасибо. Вот, поэтому вот извините, такое предисловие, потому что я должен ответить, Алексей, извини, забрал у тебя. Да ничего. Вот, потому что люди пишут. Теперь к теме сегодняшней. Я хочу о двух темах поговорить. Первое. Это касаемо вот заявления Папы Римского, Франциска II, о том, что Украина должна вывесить белый флаг и вообще идти на компромисс. Понятно, что, первое, мы не католики, поэтому мы не будем следовать догмату о непогрешимости Папы, поэтому мы можем немножко покритиковать его не как религиозного деятеля, а как политика, потому что он предлагает практически политическое, военно-политическое решение или дипломатическое решение. Это не религиозный подход, это политический подход, конечно, с учетом, ну, скажем, его влияние на свою пасту в мире два миллиарда католиков, ну, и на весь мир. Папа есть папа. Хотя у него нет дивизий, но у него есть влияние. Как говорил товарищ Сталин. Как говорил товарищ Джо. Тоже, кстати, говорят Джо. Так? Оказывается, не только Байден Джо, но и Сталин Джо. Так? Это первое. Я в каком смысле? Потому что много противоречивых заявлений, ответов вот на это заявление Папы Римского. Вот сегодня буквально опять один из кардиналов в газете, по-моему, «Курьера де ла Сьера» опять начал интерпретировать, что Папа имел в виду то или не то. Для нас это не важно. Для меня важно что? Использовать вот этот кейс, или, как говорят так, или опыт распятия, публичного распятия Папы, так? А мы, я хочу, чтобы мы поговорили, что такое вообще компромисс и капитуляция от данных условий. Ну, любой политик вот сегодня ему говорят, ты должен идти на переговоры, потому что твоя позиция становится хуже, а завтра она будет хуже. И политик не может не думать об этом. Но, с другой стороны, есть шансы на то, что ситуацию можно переломить. Ну, например, там, Бернс, глава ЦРУ, вот на слушание в Сенате США, заявил о том, что Украина и есть шансы переломить ситуацию в свою пользу к концу 2024 года. Ну, и так далее. Поэтому, как политику действовать вот в этой противоречивой ситуации? Как понимать, что такое компромисс, что такое капитуляция? Чем это определяется в конечном счете? Интерес в компромиссе или интерес в капитуляции? Как вообще, так сказать, что такое победа, что такое поражение, что такое компромисс? Почему в тех или иных условиях надо идти на компромисс? А в тех условиях или в каких-то условиях не надо идти? Ну, в конечном счете можно обратиться и к запрещенному, или точнее так, декоммунизированному Ленину. У него есть работа компромиссы и компромиссы, где он говорил, так, различия между двумя видами компромиссов. Один с маленькой буквы, другой с большой буквы. Кстати говоря, умелый тактик был, вот при всех, скажем так, к нему претензиях, как со стороны современного российского империализма, поскольку якобы он создал Украину, такое к нему, значит, отношение среди русских империалистов. И при всем нашим отношениям, как вождю революции, которая поглотила миллионы и миллионы людей в свое время. И второй момент, война, экономика и реформы. Хочу оттолкнуться от того, что в послании Путина заявлено в фискальной реформе о переходе от плоской шкалы налогообложения, которая действовала с 91-го года, ну, фактически, с 92-го года, с времен гайдаровских реформ, и которую никак не могли сдвинуть. Но вот сейчас начинается фактически заявка на то, что будет переход относительно к прогрессивной шкале налогообложения, более справедливой и так далее. Как это вообще? Что за этим стоит? Как это понимать? Ну, начнем все-таки с капитуляцией и компромисс. Начнем с Папы Римского. На чем гвозди мы не будем брать? Нету гвоздей в жмении, да, чтобы распятие, так сказать, Папу. Я бы сказал так... Ну, еще раз говорю, догмат о непогрешимости Папы это не для нас. Хотя тот, кто является католиком, он должен этот догмат принимать. Да. Потому что в понимании католиков Папа – это наместник Бога на земле. Ну, вы-то атеист, я так понимаю? Нет, я верующий человек. Верующий, Ну, я... Но не католик. Хорошо. Да. Поэтому, ну, скажем так, тут вот эта ситуация с Папа Римским, она на самом деле очень многоплановая. Она очень задевает очень большую сферу вопросов. Здесь, в принципе, и коллективная психология, и политика, и геополитика, и эмоциональные травмы, которые сейчас есть в обществе. У нас происходит такая своеобразная, я бы сказал, не распятие Папы, а стигматизация Папы. То есть, это и десакрализация Папы. То есть, вот это такие процессы, которые происходят. Сначала стигматизация, как человека, виновного в чем-то, а потом десакрализация, то есть, через осмеяние. Кто он такой? Да, десакрализация через осмеяние. Вот тут в этом плане, вообще, я недавно как раз прочитал книгу итальянского историка, такого медиевиста, Бальяни, он написал «Тело Папы». Такая книга есть, очень интересная, советую почитать. И он описывает, как в момент смерти происходила десакрализация Папы. То есть, насколько при жизни он пользовался, ну, любой Папа римский, пользовался как бы почетом, уважением, как наместник Бога на земле, фактически, как апостол, который, живой апостол, и представитель такой, как бы живой апостол, церкви, наместник и продолжатель Петра, апостола Петра. А с другой стороны, как бы, когда Папа умирал, то есть, фактически, к телу Папы относились с подчеркнутым пренебрежением. Снимали дорогие одежды, само тело могли там выбросить куда-нибудь в какой-то хлев или там на сеновал, но несколько дней могло лежать без погребения. И даже такая была традиция, в Риме грабить папский дворец в течение нескольких дней после смерти Папы. Но потом, правда, эту традицию прекратили. Но вот это все, кстати, уходит корнями вот в эту фарсовую, такую, средневековую культуру, которую еще писал Бахтин, такой известный тоже и философ, и метеевист, Михаил Михайлович. Да, который написал как раз о, скажем так, фарсах и кардавальной культуре европейской в контексте романа Рабле, Граганчуа и Пантагрюе. То есть, он как бы на базе этого романа он рассматривает вообще эту фарсовую европейскую культуру. Телесный низ и духовный верх. Да, да, абсолютно верно. Ну, еще книга была, выходила Леонтьева, не помню, не Константин Леонтьев, экономист, а выходец из России, французский автор «Два тела короля». Да. Физическое тело и сакральное тело. Два тела короля. Это тоже одна из таких, я считаю, можно сказать, фундаментальных работ. Поэтому у нас, в принципе, наше общество, оно в какой-то мере архаичное. То есть, принудительная модернизация, которая происходила в 20 веке, она, во-первых, породила усталость от модернизации в обществе, во-вторых, она породила аллергию на модернизацию. То есть, общество, оно у нас в этом плане не воспринимает модерн, тем более постмодерн, оно не воспринимает вообще как бы модернизацию как процесс. Воспринимает это как некое насилие и категорически отторгает это. Поэтому, скатываясь в архаичные формы, мы фактически попадаем в Средневековье XXI века. То есть, фактически, вот у нас, можно сказать, так вот, в массовой психологии, то, что мы сейчас наблюдаем, это Средневековье только в условиях цифровой реальности XXI века. Вот как бы в чем основная причина. Поэтому, здесь можно как раз и пересчитать работу Бахтина о фарсовой культуре, о карнавальной культуре в контексте работ корабле Гаргантюа и Пантагрюэли. Как раз можно изучать, просто вот, можно сказать, в полевые исследования проводить, как общество реагирует на те или иные маркеры. Но карнавал это практически такие праздники, которые выводят из рутины. И в празднике можно все делать. Это праздность. Но Бахтина более глубокая форма карнавала. Карнавал это как протест и форма организации низов в условиях, когда существуют закапсулированные герметичные политические элиты, которые никого не пускают в свой круг. Фактически в этих карнавалах, например, избирали своего короля, которого карнавали из простого народа. Это фактически был прототип электоральной революции. Форма репрезентации. Форма репрезентации. Да, прототипы репрезентации и прототипы электоральной революции, когда народ свергает политический эстеблишмент и переворачивает политическую систему. Кстати говоря, Маркс когда писал, что революция это праздник угнетенных, он во многом использовал эти традиции карнавальной культуры, а в американской политической мысли, либеральной особенно, четкая установка есть, что выбор это электоральная революция, которая может перевернуть, верх и низ переворачиваются, или кто был никем, то станет всем. Только есть упорядоченная форма, выборы, например, а есть формы неупорядоченные. Революции, нового времени, ранее буржуазного времени. Это такая сообразная коронация, когда, например, вместо короны могли колпак с бубенцами надеть на голову, но это народ избирал своего короля. У нас же тоже по большому счету политические элиты герметичные, то есть они не пускают между политическими элитами и обществом такой мощный свой герметика такого политического. Поэтому у нас и было два Майдана. Два Майдана. Это лифты фактически. Электоральная революция 19-го года, то есть это попытки переворачивания. Электоральная революция 19-го года, потом 14-го года, потом 19-го года, потом война. Это тоже социальный лифт, между прочим. Да, который пытаются использовать как социальный лифт. Поэтому в данном случае у нас сейчас как раз в контексте всех этих вещей, о которых мы говорим, происходит десакрализация Папы и сбрасывание его с пьедестала. Но на самом деле это очень такая тревожная симптоматика, потому что, получается, формируется общество безморальных авторитетов. Вот в чем проблема. Это, кстати, такой мостик к теме, которую вы затронули. Это компромисс или капитуляция. Потому что как раз разницу между компромиссом и капитуляцией должны формировать и артикулировать моральные авторитеты, которым общество доверяет. Потому что, допустим, тот же Мандергейм в 1940 году после Зимней войны, если бы он, допустим, попал в формат как бы нынешней Украины, его бы могли назвать и капитулянтом. Потому что он согласился на прекращение войны, а Советская Армия вроде бы как несла большие потери и действовала как бы неуспешно. Якобы не выиграла. Якобы не выиграла. Хотя, по большому счету, да, были определенные проблемы, но она двигалась. Медленно, но продвигалась. И эту линию Мандергейма фактически как бы прошла. Границу отодвинули на 140 километров. Ну, чем-то похожи были, кстати, преодоление этой линии Мандергейма на нынешние позиционные бои, когда с большими потерями отодвигаются эти укрепленные линии. Но с другой стороны, как бы, Мандергейм национальный герой Финляндии. И никто его никогда не упрекал в пораженчестве. Хотя, в принципе, если бы его принести в Украину, сейчас наши условия, его могли бы обвинить в капитуляции, потому что он не просто как бы завершил войну, он еще и отдал часть территории. Конечно. Смотрите, ездил в Россию. Он же у Николая Второго был. У нас бы сразу припомнили его российское происхождение. Каждый день дальше. Швед, этнический свет. Финляндия не имеет. Шведы всегда были эксплуататоры, империалисты в Финляндии. Вторая империя, которая покорила Финляндию. Хотя, многие строители современных государств это были не этнические, скажем так, представители. Они как раз были какого-то вне этнического происхождения. Вот. Поэтому, в данном случае, кстати говоря, выбор, который тогда отдали финны, это был второй по величине город Финляндии после столицы. Один из крупнейших промышленных и образовательных центров. Поэтому, это как раз и моральные авторитеты и артикулируют это различие между поражением и компромиссом. Потому что проблема, наша проблема заключается в том, что у нас, получается, этих моральных авторитетов нет. Алексей, хороший вопрос. Он, конечно, не входил в мои планы, но в том-то и прелесть беседы умных людей. Извините за... Я про Алексея говорю. Что всегда может появиться, скажем, непланированный вопрос. Почему у нас нет моральных авторитетов? Вот почему? Проблема. А проблема есть. Нет моральных авторитетов как раз потому, что не работают социальные лифты. И общество воспринимает политические элиты как некое народное тело и постоянно подозревает... Это политическая элита, а моральный авторитет может быть и вне политических элит. Это просто моральный авторитет. Например, религиозный лидер. А проблема вот в этой как раз дихотомии, то есть в делении пополам общества фактически это либо элиты, либо это как бы простые люди. И соответственно, когда появляется какой-то человек, в которого облекают народ, облекают какие-то надежды и он считает, что вот этот человек как раз будет представлять, репрезентовать интересы народа, в этот момент происходит некая трансформация с этим человеком, которая как бы полностью нарушает его образ и люди начинают воспринимать его как человека, который стал частью политических элит, а соответственно он стал чужим. Это очень похожая ситуация, например, с тем же заложенным сейчас произошла. может быть потому, что сейчас слишком все информированы, это раз. Ну, например, папа, ага, он сказал, так он же левый, из Аргентины, левак, все, пошла с камня города дословная. Уже раз левый, значит, ну, есть какое-то к нему подозрение. Дальше. Во-вторых, вот эта возможность бить по репутации с помощью современных цифровых технологий. Так любой человек может сказать, имеет право на глупость. Современный мир с его гаджетами предполагает, что каждый человек имеет право уже не только на свои 15 минут славы, как писал наш земляк в Закарпатье, Венди Ворхол. Так? А и право на глупость. И поэтому это уравнивает человека. Если человек может самого папу покритиковать, например, обычно, или какого-нибудь другого авторитета, или президента, или там политика, значит, он уравнивает себя, как бы. Нас можно критиковать, тоже уравнивает. Одно дело критиковать, другое дело тут же получается это проблема еще психологического свойства, потому что общество, оно находится в состоянии такого своеобразного солипсизма. То есть солипсизм это когда ты считаешься центром вселенной. Это как когда-то старая модель мира, где солнце было в центре, помещалось, соло, солнце. Поэтому солипсизм вообще это определенное как бы даже психическое нарушение считается, потому что ты объективную реальность заменяешь своими субъективным восприятием мира. То есть есть объективная реальность, но ты ее отрицаешь, и ты начинаешь моделировать ту реальность, которая соответствует твоим ожиданиям и твоим представлениям о мире. Она совершенно не соответствует реальным фактам, которые есть вокруг. И получается, что когда появляются люди, которые не входят в твою конструкцию мира, то ты этих людей просто вычеркиваешь. А других людей ты наоборот считаешь, что они как бы репрезентуют твоё мнение. я думаю, что здесь очень серьезная психологическая травматизация в результате войны и вообще последних лет произошло общество. Потому что если вспомните Папа Римский, например, у нас вообще общество крайности, потому что несколько лет назад я часто слышал, что вообще Украина должна была быть под Папой Римским и католичество это должно быть для нас магистральной такой религии, чуть ли не государственной. И вообще буквально недавно были эти заявления о том, что на самом деле Украина должна быть больше католической, чем православной. И это был среди политических элит это был очень модный тренд об этом говорить. Приезд Папы Римского когда-то, помню, в Украину тоже сопровождался таким большим народным вниманием. То есть это среди политических элит был очень модный тренд и акцент начинал делаться на греко-католическую церковь, например. Моральные авторитеты искались там, греко-католическая церковь, Любомир Гузар, например, вспоминали Йосиф Слепый. Это как бы те исторические лидеры и представители церкви, на которых делались акценты. Кстати, это было до Майдана в Украине. Это началось еще до Майдана, но после Майдана это значительно усилилось. Я как раз наоборот говорю, что после Майдана авторитетов стало меньше. Тот же Гузар, но не так же сегодня Шевчук, предстоятель греко-католика в Украине не такой же популярен и авторитетен, как Гузар. Это как раз формат разрушения. Поэтому это была одна крайность, а теперь получается, общество впадает в другую крайность, когда оно полностью отрицает Папу Римского. Она считает, что если он говорит что-то не то, то есть здесь еще очень важно, есть такая пирамида Грема, пирамида дискуссий, уровней дискуссий. Там несколько уровней. Сначала ты свои аргументы доказываешь путем оскорбления собеседника, то есть ты не доказываешь их, не опровергаешь их по сути. Ты ищешь какие-то недостатки в этом человеке. Вот как вы говорите, Папа Римский левак из Аргентины. Лучше б с Польши. Да, очень неподозрительное происхождение, все остальное, политические симпатии. Второй уровень, это когда ты уже пытаешься опровергнуть от своего собеседника с помощью привлечения каких-то других авторитетов. Например, когда ты не говоришь по-римски и называешь его самыми последними словами, а ты начинаешь говорить о том, что, например, Вселенский патриарх сказал по-другому. То есть начинаешь авторитет на авторитет. Это тоже второй уровень, третий уровень. А вот если сравнить Бернса, который сказал, что рано идти Украине на компромисс, глава ЦРУ. Рано идти на компромисс, Украина в чём состоянии. Такое будет восприниматься у нас. А Бернс и Папа? Смотрите. Кто прав? Глава ЦРУ или глава католической церкви? Можно и Бернса сюда подключить, но если Бернс через два месяца скажет то, что нам не понравится, у нас его тоже смешают с определенной субстанцией и как бы даже не обращают внимания. Но это эмоциональная реакция. То есть получается, у нас нет даже третий уровень, как бы это уже ты ищешь какие-то аргументы, а четвертое опровергаешь по сути. У нас в обществе, если вы брать эту пирамиду Грэма, пирамиду дискуссий, мы плотно сидим вот в этом первом уровне. То есть мы можем говорить, допустим, что он агент Кремля. Стигматизация. У нас даже второго уровня нет. То есть мы даже не подтягиваем авторитетов, которые опровергают этот тезис. У нас даже до второго уровня даже не доходим. А до третьего тем более. Согласен, да? Но все-таки как определить, кто прав здесь? Бернс или папа? Ну, опять же. Вообще, что такое компромисс? По каким вопросам может быть компромисс? Стоит ли сейчас идти на компромисс? Либо еще не пришло время для компромисса? Если не пришло время для компромисса, а политик идет на компромисс, тогда это будет капитуляция. По сути. По форме это будет говорить компромисс, но по сути это может быть капитуляцией. Как правильно определить? Вот кейс Маннергейма. Так? Он же не сразу пошел на компромисс? Не сразу. Вот. Значит, может быть поэтому, потому что финны выдержали, себя показали свою сопротивляемость, сохранили свою национальную идентичность, свою суть, государственность свою укрепили. И все. После этого фактически Советский Союз, Сталинский, до военной, после военной расстался с идеей создания большой Карельской Союзной Республики в составе СССР. Карело-финской Республики. Хотя она была, кстати говоря, именно Республикой. Совершенно не автономной. А именно потому что сидел такой Отто Коусинин, который, скажем так, в этом, в Коминтерне там заправлял, который все время эту идею пробивал. И под него хотели... Было же правительство даже созданное во главе с Отто Отто Коусининым, который должен был заменить Маннергейма и который должен был стать объединителем вот этой Карело-финской Советской Социалистической Республики. 16-й Республикой. Да? По-моему, так. Так вот, он же не пошел на это Маннергейм, так? А пошел именно тогда, когда созрели условия для компромисса. И это уже была не капитуляция, а именно компромисс. Почему? Потому что финны выиграли и когда показаны последние, последующие истории, они, это действительно был компромисс в пользу Финляндии. Ну, модель Маннергейма, она вообще заключается в том, чтобы на пике сопротивления, на пике национального сопротивления зафиксировать минимальные потери при столкновении с более сильным соперником, которого ты не можешь априори победить. То есть здесь очень важная установка осознания невозможности победить априори сильного врага. Когда это осознание есть в политических элитах, тогда они разрабатывают рационалистические стратегии. Если этого осознания нет, ну, в таком случае стратегии будут иррациональны. Абсолютно правильно, но дело в том, что когда мы говорим об осознании, то получается, что это чисто когнитивная проблема. Осознали или не осознали? Когнитивно, не когнитивно. Так? Но это именно когнитивная проблема, но не политика военная, например. Когда надо осознать? Почему в одних условиях не осознают, а других осознают? Или это зависит от качества политика, качества элит? Осознание элит? Я думаю, что это зависит от качества элит и от умения их проектировать силу в условиях войны. Хорошо, как умение? Вот что такое входит в умение? Я вот немножко так глубину что входит в умение но валя и проектирование силы в условиях войны это фактически четкое понимание твоего внутреннего потенциала и ощущение скажем так того места которое страна занимает вот в этой траектории войны то есть вообще война это две трех две кривые это кривая как допустим два соперника два врага у каждого есть своя кривая войны которая соответствует динамике его внутреннего потенциала который складывается из огромного количества составляющих элементов этой человеческие ресурсы военные финансовые экономические его политические так далее эти все ресурсы формируют такой сообразный как бы индекс войны и вот этот индекс войны это набор этих точек где эти точки идут вверх вниз этот потенциал усиливается снижается точно также у противника этот потенциал усиливается и снижается и тут надо смотреть где эти кривые пересекаются когда условно рекривая твоего соперника оказывается выше тебя то есть его потенциал становится выше и эти кривые расходятся когда твой потенциал идет вниз или а потенциал противника идет выше или ниже сейчас а это ну как это очень сложно на самом деле с помощью открытых данных анализировать когда я хотела аврил хейнс так глава национальной разведки сша не цру национальной разведки так она тоже на слушание в сенате как и бёрнс тоже лава цру центрального разведенного управления там же много разведок в америке так они говорят о том что да в россии есть потенциал всего но преувеличивать его тоже нельзя потому что это сразу обрекает на ну как так на без инициативность дальнейшее введение войны как определить вот они так определяют как мы должны определять они считают что если украине сейчас дать там f16 и так далее так далее и тогда пройдет вот это истощение военного потенциала украины как говорила самом докладе хейнс и тогда украина может дальше поэтому к украине рано идти на компромисс цель берется в данном случае понятно потому что он выступает перед сенаторами которых много которых вы нужно убедить голосовать за пакет помощи то есть на его месте любой бы человек поступал бы точно так же но что ты когда идешь к людям которые должны утвердить там десятки миллиардов долларов под какой-то проект даже не будешь рассказывать ему что там с этим проектом от возникнут какие-то сложности ты будешь наоборот говорить что этот проект как бы вот вы дадите сейчас денег этот проект через там какой-то период даст а эффект в принципе американцев у них же чисто рациональный подход это протестантская этика она отличается кстати от православной этики которые у нас есть мы апеллируем там каким-то эмоциям чувством американцы всегда перри апеллируют к рацию и они всегда рассматривают любой любой геополитические геополитические инвестиции как бизнес проект они смотрят когда будет профит в чем он будет профит и и когда он будет поэтому бернс четко сказал сенатором дайте денег профит будет в конце 24 года в начале 25 а если не вы будете этот профит а если не мной в данном случае чем рискует бернс по большому счету скорее всего его и не будет уже на рискует украиной он рискует украиной но лично он ничем не рискует потому что его в конце 24 года на должности скорее всего не будет что какой наш ответ а допустим вот они могут спорить папа 1 говорит берс двое обрет как мы должны поступать вот мы моделируем ситуацию ни к чему не призывайте просто понятно у нас экспертный разговор не политический так мы не претендуем на конспирологию и тем более на практическое решение но меня вот эти вот для меня вот что важное компромисс возможен только по второстепенным вопросам по жизненно важным интересам страны компромисса компромисс невозможен это закон политики компромиссы это по второстепенным проблемам потому что фирма на жизненно важным нет компромисс где она же не ставила на компромисс свою независимость вот так вот у меня вот в этой ситуации вот мы берем и политики так нам говорят папа авторитет в мире ну хорошо у нас он не авторитет мы сразу попытались этот авторитет снизить что для того чтобы снизить воздействие его так на наши умы в обществе соседей наших ну не россия вот запада и так далее хотя мы должны предложить мы должны эту сразу включить вариант хорошо вы предлагаете нам белый флаг идти на компромисс по каким вопросам по каким вопросам и но белый флаг это в любом случае не может быть компромиссом но что белый флаг это это вообще это это то что даже не стоит и обсуждать да ну первоначальной версии вообще там как бы зам жестко было сказано так так вот так что мы должны ответить по каким вопросам и назрел ли сегодня компромисс первое во вторых по каким вопросам возможен компромисс это 2 и 3 по каким он категорически невозможен потому что он затрагивает жизненно важные интересы страны в конечном счете это же война не за территории война за государство украина россия хочет иметь такое укры под боком у себя государство украина которая она хочет иметь вот видит так а украинцы видят его по-другому но кстати если возвращаться к бернсу то национальное разведывательное сообщество сша опубликовал недавно свой отчет в котором на там на 40 страницах украине украины россии упоминается там где-то на четырех страницах и как раз я бы не сказал что там прямо такой вот мощный акцент именно сделано войну россии против украины но принципе к это как одна из составных частей это американской аналитики там бы кстати говоря выводы национального разведывательного сообщества сша совершенно другие чем бернса то есть они говорят о том что россия усиливать свой военно-промышленный комплекс проблемы которые возникли в экономике они преодолели с помощью определенных реформ в том числе и тех реформ о которых вы говорили то что они планируют делать это как уже закладки там на будущее и они говорят о том что но россия пока не готова к прямому столкновению с вот с нато но в этом формате вот в такой вот гибридной войны на скажем так с определенными красными линиями через который россия как через который россия не переходит в отношении западом они готовы достаточно долго воевать и у них этот потенциал будет сохраняться так поэтому выводы аналитиков они несколько отличаются от политических заявлений бернса в этом плане поэтому тут вот в этом проблема то что американские аналитики говорят одно американские интеллектуалы говорят другое американские политики говорят 3 это их проблема меня прямо вот что мы должны делать что для нас жизненно важно с точки зрения национального интереса украины чем мы ни в коем случае не можем пожертвовать и не можем сдать не но это поняли баке на компромисс записано в конституции это независимость территориальная ценность и все остальное то есть это основоположие факторы но если мы время ресурсах для например утворите там американская помощь она может ну то что бернс может какой-то степени изменить ситуацию я вижу но основная проблема как как для меня как для аналитика то что я вижу как бы анализируя это не материальная помощь и не финансовая помощь о которой сейчас говорят основная проблема это человеческий капитал это человеческий ресурс у нас практически нет у нас заканчивается мобилизационный ресурс в экономике потому что я там уже там где-то полтора года публикую как бы свои в этом плане аналитические оценки я оценивал как бы 6 миллионов это экономически активного населения в украине мужского именно соответственно 30 процентов это мобилизационный потенциал миллион 800 тысяч а вот сейчас и цифры видел которые официально то публикуются вот там от оценивается в пять миллионов мобилизационный потенциал модели за да то есть 5 миллионов это общая численность мужского населения которое можно призвать но опять же призвать можно будет только 30 процентов в соответствии с теми коэффициентами которые там военные аналитики применяются то есть именно конкретно мобилизационный потенциал который то есть мобилизационная база это 5 миллионов а мобилизационный потенциал который можно призвать это полтора миллиона это фактически то что уже призвано вот в этом и и проблемы сейчас с мобилизацией. Почему они возникли? Потому что они начинают идти уже в те сегменты общества, которые либо не готовы, либо категорически не хотят воевать. Так вот у меня вопрос. Что жизненно важнее для будущего страны? Ну, будущего... Территории, возвращение военным путем территории 91-го года, либо сохранение демографического потенциала? Демография. Это политик любой, думает, а как? В чем цель войны должна быть? Цель тогда? Телеология войны, можно так сказать? Телеология войны. В 21 веке цель войны, цель государства, цель развития. Это всегда человеческий капитал. Это всегда люди. Потому что люди это, как многие экономисты говорят, нефть 21 века. Поэтому, если обратите внимание, все страны берегут своих людей. На это направлены иммиграционная политика, защита рабочих мест, и социальная политика, и избирательная, и все остальное. То есть, человекоцентричная политика, она является сейчас основной. Она просто в условиях общества потребления и информационного общества другого формата быть просто не может. Хорошо, но, с другой стороны, это тоже, если люди важны, понятно, но если территорий все меньше и меньше, у вас позиции, международная идентичность, геополитические позиции, национальная идентичность, размыта, или территория все меньше и меньше, то это тоже... Что толку, что можно, понимаете, что можно тоже иметь небольшую территорию, сохранить людей, но потерять влияние. Выходы к морю, например. Выходы на Кавказ, например, потому что через Северное, при Черноморье вы выходите на Кавказ, а там дальше и дальше идете. Ну, это вообще как бы ворота в мир. Да, совершенно верно. Ворота в современный мир 21-го столетия, так и в большую геополитическую игру. Как тут? Я понимаю, это сложный вопрос. Я же как бы тут... А он сложный, потому что я недавно как бы читал как раз применительно к нашей истории книгу Пригожина, но не того Пригожина, который... Ильи Пригожина. Да. Нобелевского лауреата, да? Нобелевского лауреата, физика, да. Порядок из хаоса. Да, порядок из хаоса, потому что война – это хаос. Война – это хаос, создание порядка из хаоса, то есть создание порядка из войны, стрела времени и все остальное, как бы то, о чем он пишет. Он бельгиец, но русского происхождения. Да, родился в России, потом как бы миагировал. И он пишет о том, что как раз он приводит слова историка Фернана Броделя, который говорит, что факты – это пыль истории. Наша проблема заключается в том, что мы сильное внимание акцентируем на каких-то конкретных фактах, и мы не смотрим вглубь тех процессов, которые происходят. А фактически сейчас в обществе происходит то, что как раз Пригожи написал, это как бы флуктуация, это постоянное отклонение от какой-то нормы. Диссипативные структуры это называется у него. И мы фактически в результате этих флуктуаций, а флуктуации нас штормят уже с 2014 года, этой общественной флуктуации. И проблема в том, что мы как бы застряли в точке бифуркации. Да, поэтому мы между компромиссом и капитуляцией сидим. Мы создали это в точке бифуркации, мы не можем, вот перед нами развилка, мы не можем повернуть ни вправо, ни влево. Это фактически как в этом известном анекдоте, когда богатырь стоит перед камнем. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. А проблема в чем, что пока мы не прекратим вот эту внутреннюю флуктуацию, которая происходит в обществе, и когда мы вот эту проблему бифуркационного барьера не преодолеем, никакого сдвига не будет. То есть, а это образ той Украины, которая должна появиться в результате этого хаоса. И политики, они бы, то, о чем я тоже говорил, политики, политические элиты должны во время войны были начать разговор о новом общественном договоре. И о создании той Украины, которую нужно сейчас защищать, и после войны, которую нужно восстанавливать. Потому что той Украины, которая была до войны, ну, та Украина, которая была до войны, ее уже никогда не будет. Это уже очевидно. Причем не будет не в плане территорий, а в плане вообще общества, экономики, общества. Война меняет государство на общество. Да, поэтому у нас проблема в чем, что мы считаем, что с помощью войны можно вернуться в прежнее состояние. А это состояние 2021 года. Это ключевая ошибка политических элит, ключевая ошибка общества. И пока общество будет находиться в этой западне, в капкане 2021 года, вот эмоционально, психологически, политически, мы находимся в капкане 2021 года. Все хотят вернуться в 2021 год. Это уже априори невозможно. И это порождает бесконечный характер войны. То есть фактически мы воюем со временем. А возврат к границам 1991 года, это как? Ну, возврат к границам 1991 года, это просто конституционная такая норма, которая обличена... Но это возврат или чего? Нет, на самом деле... Но это тоже как бы... Смотрите, никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года. Все говорят про территории. Они не понимают, что территории, политическая конфигурация, геополитическое положение страны, это нельзя рассматривать в разрыве друг от друга. То есть вот Украина в границе 1991 года, она была почему? Потому что соблюдались определенное количество тех факторов внешних и внутренних, которые тогда существовали. Постсоветская Украина. Постсоветская Украина, но... Которой после войны и не будет. Она уже во время войны издыхала. Да, но никто же не хочет вернуться. Это то, что опять же... Я бы так сказал, постсоветская Украина существовала до 2014 года. Да. Все. После этого начался другой отсчет. Это если как бы по республике... Война теперь тесна то, сумеет ли этот тренд дальше развиваться, либо он будет изменен, либо как-то переформатирован. Да. Потому что это была как бы... Это можно считать, какая по счету республика, но это была одна из наших республик. Да. Можно там считать, там вторая, третья, там как угодно можно считать. Но это была одна из республик с 91 по 2014 год. Поэтому как бы формат именно той Украины мы вернуться не можем, а разговор о границах это просто как бы отражение конституционной нормы о территориальной целостности. Но тут же вопрос в том, что опять же возвращаясь к Пригожину, он говорил о барьере энтропии. То есть вот этот хаос, который происходит, его нельзя повернуть вспять. То есть это, простыми словами, нельзя фарш, который перекручен в мясорубке, превратить обратно в целый кусок мяса. То есть энтропический барьер, он в обратную сторону не преодолевается. Только котлета. Стейка не будет уже. То есть только нужно жарить котлету уже получается. И вот в этом есть создание порядка из хаоса, то есть ты что-то получаешь. То есть предыдущая, скажем так, сырая государственность, это стейк. Да, да. Потом прокручиваем. Который пытались жарить. Да, прокручиваем фарш. И теперь котлета, это уже должна быть, ну скажем, не сырая государственность, а уже оформленная. Потому что котлета имеет форму. Да, да, совершенно верно. Но у нас об этом даже никто как бы не говорит, и никто по этому пути не идет. Поэтому естественно, что тут можно сколько угодно призывать, считать ресурсы человеческие. Там глобальное проектирование силы. Но пока не будет преодолена ловушка, какой-то капкан возврата в 21-й год в сознании общества, в сознании политических элит, никакого позитивного сдвига не будет. Мы все время будем находиться в капкане войны, и эта война будет просто как день сурка. Она будет бесконечно продолжаться. День сурка – это фактически повторение одних и тех же событий. То есть война – это и будет сообразный день сурка. То есть вот этот известный фильм, когда одни и те же события прокручиваются там бесконечное число раз. И выйти из этого состояния, как вышел главный герой фильма, из-за состояния дня сурка, он изменился внутренне. То есть до тех пор, пока он пытался вернуться в тот момент, с которого началось этот рецикл, этот постоянный временной, у него ничего не получалось. Как только он внутренне изменился, произошел этот барьер, и он вышел в новое время. Поэтому здесь только запуск у таких проектов нового общественного договора, понимание той Украины, которая должна быть. Тут очень так получилось случайно, что есть такое выражение, очень важное, мясорубка войны. Да, мясорубка войны. А тут мы использовали тоже мясорубку в качестве... А тут мясорубка истории. Дело в том, что именно через мясорубку войны государственность должна пройти свой тест и сырой стать готовой, оформленной. А это много будет зависеть от того, как закончится война, в том числе и компромиссом, переговорами. В любом варианте будут переговоры. Здесь важно четко уже представлять, по каким вопросам компромисс возможен, по каким и нет. Это уже задача политиков, переговорщиков. Понятно, много будет зависеть от военной ситуации, но много зависеть будет и от понимания ментального, скажем так, состояния элит и понимания того, что такое жизненно важные национальные интересы Украины, по которым компромисс невозможен. И те вопросы, те интересы, те положения, по которым компромисс вполне возможен. для того, чтобы войну закончить на дипломатическом результате. Потому что война, как правило, заканчивается даже не только, не столько на поле боя, сколько за столом переговоров. За столом переговоров. На дипломатическом там так столе. Поэтому тут надо дальше рассуждать. Просто не можем, времени у нас нет сегодня. Что такое жизненно важные интересы для Украины? Что такое нежизненно важные интересы Украины? А вот это должен ответ дать новый формат этого государства. Для этого надо, чтобы дискуссия была. А, так это для этого дискуссия. Это интересы общества и власти. Двухсторонняя, скажем так, модель. Поэтому очень важный этот момент. Четко определить жизненно важные национальные интересы, а второстепенные, по которым компромисс возможен. И по тем вопросам и интересам, по которым компромисс невозможен. Потому что он будет означать капитуляцию. А вот по поводу общественного договора. Ведь налоги, это же общественный договор. Я как раз вот хочу ко второй нашей теме заявить. Что это означает? Как у нас с этим дело обстоит. И вот в России Путин предложил. И я так понимаю, после выборов у них так, президенты, начнутся вот эти трансформации. Фискальная реформа, отказ от плоской шкалы. Что она означала? И переход к новой налоговой шкале. Когда чем богаче, тем ты больше платишь. Почему? Раньше это не было возможно, сейчас возможно. Но это же пересмотр. Налогов это пересмотр общественного договора или нет? Что меняется у них? Налоги это одна из основных частей общественного договора. Потому что это перераспределение национального богатства, национального дохода. Каким образом оно происходит. Я вообще как бы уже давно являюсь сторонником прогрессивной шкалы налогообложения. И написал на этот счет очень много статей. В принципе... Но Алексей еще социалисты были еще с 19-го столетия, были сторонниками прогрессивного. Бисмарк, например. Хотя самое интересное, в Советском Союзе была прогрессивная шкала. В Советском Союзе была прогрессивная шкала. В Советском, конечно, да. Но тут речь о чем? А сейчас, после распада Советского Союза во всех постсоветских государствах, регрессивная шкала. Да. У нас получается, что как бы если говорить о прогрессивной и плоской шкале, то плоская шкала, она в принципе более-менее подходит, когда государство находится на начальном этапе развития. То есть, когда, например, после развала Советского Союза 99%... Объясним, что такое плоская и регрессивная шкала? Ну, плоская, это когда, допустим, один налог применяется к доходам, как у нас сейчас. 18% платят все. Уборщица в супермаркете со своей минимальной зарплаты платит 18%. И кто кого содержит в этой шкале? И условный Коболев тоже платит 18%. И кто кого содержит? Ну, содержит это простые люди. Простые люди содержат государство. Но власть принадлежит богатым. Политические элиты категорически против прогрессивной шкалы. Они всегда за плоскую шкалу. Но на определенном этапе плоская шкала, а прогрессивная, это когда в зависимости от доходов эта ставка увеличивается. Например, 18% базовый доход, чуть выше, допустим, 25% и так далее. Но когда плоская шкала в принципе имеет место быть, это на начальном этапе развития, когда практически нет глубокого неравенства. Ну, как вот, например, после развала Советского Союза 99% населения в принципе одинаковое было имущественное состояние. Поэтому попытки ввести в Украине прогрессивную шкалу в 90-х годах потерпели неудачу. Потому что не было еще того социального класса, который можно было обложить прогрессивной шкалой. И получалось, что прогрессивная шкала била по людям, которые чуть-чуть начинали больше зарабатывать. Мы пытались же сделать, Алексей, но переписывали доходы на корпоративные свои права. Все яхты, автомобили записывались на корпорации, а не на физическое лицо, на юрлицо. Поэтому юрлицо платило, а физическое лицо продолжало. Просто к тому, что в 90-е годы не было смысла в этой прогрессивной шкале. Она просто, она была контрпродуктивная, она начинала работать против тех, кто там чуть-чуть больше начал зарабатывать. Потому что утекал капитал. Да, но по мере развития экономики происходит социально-экономическое расстроение общества. То есть, начинает появляться, что это, что называют экономисты, социальные страты или группы. Допустим, там, бедные, средний класс, там, чуть богаче, потом, там, миллионеры, миллиардеры и так далее. И если посмотреть на мировой опыт, то в большинстве стран мира применяется как раз прогрессивная шкала налогообложения. Плоская шкала есть только в нескольких странах. И количество так называемых ступеней прогрессивной шкалы, то есть, количество налогов, которые применяются, ну, ставок налогов, точнее, количество ставок налогов, это так называемые ступени, ступени прогрессивной шкалы. Такие офшоры возникли, для того, чтобы прятать ресурсы. А тут просто правильно нужно выстраивать вот эти ступени. Количество ступеней всегда соответствует количеству социальных групп, которые сформировались в государстве. Получается, что чем более развитое государство, чем более развита экономика, тем там большее количество социальных групп в зависимости от доходов. Например, самое большое количество ступеней это в Швейцарии, в США. Почему? Потому что там очень много вот этих вот групп и подгрупп по уровню доходов. То есть там нет такого, там очень бедные и очень богатые. Там, допустим, бедные, там чуть богаче, средний класс, еще чуть больше. И вот таких групп может быть 7-8 групп. Вот 7-8 децилей может быть вот таких вот государств. Ну, прошу, почему Путин, ну просто я немножко подгоняю по времени, но почему Путин вот решил затеять? Ударить по богатым или как? Смотрите, я вот сколько раз... Или у них ресурса не хватает внешнего? Ну, к Путину сейчас перейдем, а я просто возвращаюсь к Украине. И как к нам, да. Сколько раз я пытался эту тему поднимать, прогрессивная шкала налогообложения, в Украине всегда это вызывало просто бешеное сопротивление политических элит. Они категорически против. Потому что они не хотят платить больше, соответственно, они не хотят нести солидарную ответственность. Но они же чем-то рациональным доводы были. Они говорят о том, что плоская шкала, она в абсолютных цифрах все равно дает больше налогов у богатого, чем у бедного. Ну, то есть 18% от миллиона, это больше, чем 18% от минимальной зарплаты. Но они не понимают основной сути, что в данном случае здесь не просто плоская система налогообложения, здесь еще и пропорциональное изменение налогообложения для социального выравнивания в обществе. То есть, чтобы вот эта пропасть между богатыми и бедными была не такая глубокая. Потому что государство, в принципе, оно должно вести, как я называю, золотой стандарт социальной политики. Короче, богатые не хотели платить налоги, потому что не было настоящего общественного, внутреннего гражданского договора, потому что у богатых договор с мировой элитой компрадорской. Они ориентируются на внешние рынки, на кредиты, на продажи на внешних рынках сырья, металла, зерна и так далее. Поэтому для них договор с мировой элитой или глобальной финансовой элитой. У нас богатые, проблема в том, что богатые у нас многие сформировались в 90-е годы. Они имеют очень, скажем так, такое специфическое мировоззрение. Они не понимают, что прогрессивная шкала налогообложения, это не то, что они хотят там больше изобрать денег. Это фактически их инвестиция в социальную стабильность. То есть, уплачивая этот прогрессивный налог, они фактически инвестируют в социальную стабильность и в свое собственное спокойствие. А если стабильная социальная безопасность обеспечивается, например, западными партнерами? А вот эти все, как Майданы, все показали, что это все как бы не работает. Потому что у нас как богатые думали, что он может построить свой дом, окружить его пятиметровым каменным забором, нанять частную охрану, дома обзавестись собаками служебными, арсенал оружия, и он от внешнего мира огражден. Или купить еще недвижимость за кордоном. Да, но война показала, и Майданы показали, что ситуация не работает. И, например, имущество богатых людей, кто защищает на фронте, в основном защищают бедные. Да, да. Бедные. Поэтому богатые... Армия бедных. Армия бедных. Ну и если средняя прослойка, там айтишники, нападашники. В основном все равно это армия бедная. Кстати, у России тоже самое. Да, но это везде так. Это везде так. Армия бедных получается... Там за деньги, да. А тут мобилизованные бедные. Во всех войнах армия бедных защищает активы богатых, получается. Так богатые должны хотя бы из чувства солидарности начинать нести больше пропорциональный взнос в виде налогов, для того, чтобы можно было тем же бедным, которые служат в армии, повышать зарплаты и какие-то там дополнительные годы. Так что Путин пытается богатых заставить быть солидарными в войне, если перенос нагрузки налоговой на состоятельные слои. Да, Путин пытается создать... То есть это военный договор? Путин видит опасность для России внутри страны в виде того, что усиливается внутреннее социальное неравенство. Оно есть региональное, Москва-регионы, оно есть еще и социальное, между различными социальными группами. Есть еще один момент. Кто поддержал войну против Украины? В основном бедные, из глубинки, урбанизированные. Глубинный народ поддержал. Да, урбанизированные, либеральные элиты не поддержали. Да, поэтому он пытается... Но в России он видит, формируется тренд, который политически начинает использоваться. Ну, например, партия Миронова-Прилепина, они же как раз используют постсоветскую терминологию. Они апеллируют к справедливости, к проблемам социального неравенства. Это некая бабушка с красным флагом и кувалда, серпимолат. Серпимолат, это кувалда и дылько. То есть они видят... Почему появляются такие политические структуры? Потому что они видят запрос в российском обществе на социальную справедливость. И Путин в этом плане действует... Ну и Пригожин на этом играл тоже, между прочим. Пригожин на этом играл. Он говорил, как поход против Рублевки, как он говорил. И почему в Ростове ему там рукоплескали люди? Потому что он говорит, мы идем на Рублевку, как он говорил, не на Москву, а на Рублевку. Поэтому Путин видит эти тенденции. И он понимает, что в условиях войны запрос на социальную справедливость и отторжение социального неравенства будет только усиливаться. И он действует в этом плане превентивно на упреждение, пытается погасить эту ситуацию. А у нас что делают? Говорят о том, что воевать должны бедные, даже в закон, в закон о мобилизации внести. Потому что кто зарабатывает больше 35 тысяч гривен в месяц, ну это под 1000 долларов, да, где-то, да, тот освобождается, у того бронь. Ну, на самом деле... Потому что он больше платит налогов на войну, он больше платит налогов в бюджет. Он платит, откупается от призыва, а у тех, у кого нет таких денег, он идет воевать. Смотрите, я просто как будто точно... Ну, как это? Это очень важный момент. Да, очень важный, я готовился, я специально хотел... Я читал у вас на телеграм-канале, кстати говоря, подписывайтесь на телеграм-канал Аналитика Куща, так он и называется, Алексей Куща. Поэтому вам слово. Да, здесь просто как бы перед тем, как там бухарно два слова сказать по прогрессивной модели. Смотрите, золотой стандарт социальной политики, он должен заключаться в том, что минимальная зарплата, она не должна вообще облагаться налогами. Она должна соответствовать необлагаемому налогами минимуму доходов граждан. И, соответственно, минимальная зарплата должна равняться минимальному прожиточному, реальному прожиточному минимуму. Эта же сумма должна равняться минимальной пенсии, и все это должно равняться необлагаемому минимуму доходов граждан. То есть, минимальной зарплатой не облагать налогами. А за счет чего этого можно сделать? Это можно сделать только исключительно за счет прогрессивной ставки. То есть, чуть-чуть больше взять из богатых для того, чтобы дать больше как бы бедным, не облагая налогами их минимальные доходы. Потому что одно дело для бабушки, которая в супермаркете работает уборщицей, получает, например, 8 тысяч гривен, у нее 18% от 8 тысяч гривен, это для нее большие деньги. Она не купит лишний себе пакет молока или лишний килограмм фруктов. А для богатого, например, 5% дополнительного дохода в миллион, это 50 тысяч. Ну, в принципе, купит чуть-чуть, скромнее машину или еще. Но на его жизненный интерес это как бы не влияет. Здесь вопрос в том, что у нас проблема в чем? То, что закладывают сейчас в закон о мобилизации, это является не какой-то новой идеей. У нас эта идея блуждает уже несколько лет. Еще до войны она появилась. Это одна из составляющих вот этого, скажем так, ультралибертарианской повестки, когда тот, кто платит государству, тот является его клиентом. Как в ресторане. Чей чек больше, тот лучший клиент. Все остальные, которые стоят через витрину, смотрят внутрь ресторана, они для ресторана неинтересны, потому что у них нет денег. Они проходят мимо, это прохожие. Это крайне, я считаю, неправильная, крайне токсичная социально-экономическая модель. Но она у нас, к сожалению, утвердилась. Это же не общественный договор. Это не общественный договор. В буквальном смысле этого слова. Это элитарный договор. Это пакт элит. Это пакт элит за государством. И конституция пакт элит. Пакт элит за государством. Я даже знаю персонали, которые с 2019 года проталкивают эту политику, что на государственный сервис может рассчитывать только тот, кто платит налоги. Платишь налоги, значит, ты получаешь от государства какую-то помощь. Не платишь, не получаешь. То есть государство, здесь просто провал фундаментального понятия о государстве. Потому что государство – это не только тот, кто много зарабатывает, и не тот, кто платит много налогов. Государство – это совокупность всех граждан и безработных, и бедных, и богатых, и среднего класса. Как писал Макс Вебер, государство, особенно во время войны, это солидарная боевая единица. Вот. Именно солидаризм. Солидарная боевая единица. Да, солидаризм. Получается, почему у нас война, а мы не можем использовать это для того, чтобы создать настоящий общественный договор, настоящую солидарность. Проблема в том, что у нас, опять же, если посмотреть тот же Израиль, например, шестидневная война, война на истощение, война судного дня, у них тогда был формат солидаристского общества. Партия «Вода» – это было левоцентристское, их еще называли даже коммунистическими, сионистами-социалистами, их даже называли. Кебуцы. Да, кебуцы – это почти как аналог колхозов наших. Коммуны. Коммуны. Это было солидаристское общество. Голдомейр, например, после войны судного дня ехала на заседание Коминтерна, всемирное заседание Коминтерна. Он участвовал как представитель левой партии, потому что «Вода» – это была левоцентристская, «Партия труда» – это почти социалисты были. И даже если посмотреть всю риторику израильского общества в те времена, они говорили о солидаризме. То есть война рождает солидаризм. Если не рождается солидаризм, войну вести очень сложно. После войны, когда уже ситуация вошла в берега, экономика начала развиваться, у них начали появляться правоцентристские партии, которые уже больше на индивидуализм были рассчитаны. Но проблема вот в чем, вот вы правильно сказали. У нас сейчас война, но у нас нет солидаризма в политической системе. Ну, может быть, потому что этот внутренний солидаризм, отсутствие его, точнее, полноценного, по крайней мере, компенсируется внешним солидаризмом. Со стороны, они платят нам бюджетные расходы. Да, потому что Израиль рассчитывал на себя. Правильно, да. А мы рассчитываем. Дают оружие, дают это. Но, кстати говоря, как только солидаризм дает сбои в палате представителей США, сразу возникает проблема. Договор не срабатывает. Вот этот горизонтальный договор по партнеры или союзники, это же тоже договор. Не срабатывает, потому что он не подкрепляется и внутренним договором. Самая оптимальная ситуация, когда есть два договора. Две вектора солидарности. Внутренний и вертикальный, и горизонтальный. А у нас говорят, почему не запускается эта синергия в виде вовлеченности общества во все эти процессы во время войны. Определенная синергия есть, волонтерское движение, но именно на таком уровне, на централизованном, на системном, этой синергии нет экономики, которая была бы направлена на решение основных задач. Это волонтерская солидарность, она не может быть долговременной. Это анархосолидарность. Да, она совершенно верна. Это спонтанная, эмоциональная, она не может два года, три года. Почему нет на системном уровне? Потому что нет политического солидаристского проекта. То есть он отсутствует. И вот эти как раз и тезисы о том, что тот, кто больше платит, он является лучшим клиентом для государства, это же полностью перечеркивание солидаризма. То есть это уничтожение солидаризма как такового. Что нам делать? Как нам выйти? А тут очень интересный вопрос. Ну, Полторовича, вы же знаете, он писал. Знает, Семи, да. Да, об институциональных ловушках он писал. И он как раз, одна из институциональных ловушек, он говорил про как раз прогрессивный налог. Прогрессивный налог на доходы. Почему он его назвал институциональным ловушкам? Он говорил о том, что для сохранения государства, сохранения общества, нужно запускать солидарные проекты. Для этого нужно запускать прогрессивную систему налога обложения доходов, потому что это снижает уровень неравенства и внутреннего социального напряжения. И появляется в обществе чувство социальной справедливости. Но это решение должны принять политические элиты, которые заплатят за это решение из своего кармана. То есть они должны проголосовать за уменьшение своих доходов. Но они тогда купят за свои траты, они купят легитимность государства. Потому что если договор не является общественным, а является на уровне не власть-масса, а власть-власть или элита-элита, элита-масса, и вместо элиты-масса, элита-элита, это государство и элиты никогда не будут полноценно легитимны. Они постоянно будут находиться под угрозой делегитимации. Ну потому что это квази-элитарная... Отсюда вы под угрозой делегитимации будете давить оппозицию. Вы тогда будете репрессивные методы использовать для того, чтобы удержать массы повиновения. Либо репрессивные, либо манипулятивные. Пропаганда и так далее. А для репрессии и пропаганды это все ограничено во времени. Конечно. А не может быть вечно. Это тогда получается или квази-элитарные, это когда элиты между собой заключают пакт, или эголитарные, это когда общество вообще не воспринимает никакие политические элиты. Это тоже плохо. Это тоже противоположная крайность. Поэтому Петрович в этом плане был прав, я это вижу на примере нашего парламента. То есть депутаты, наши депутаты не могут проголосовать за увеличение налогообложения своих доходов. И доходов своей клиентуры, которую они обслуживают за пределами парламента. А у них клиентура это кто? Это богатые люди. А что они за мобилизацию не могут никак проголосовать? Ну, это опять же политические вопросы, связанные с политической волей. Но в данном случае... Потому что боятся, наверное, масс. Ну. Боятся людей. Они боятся и своих патронов, боссов. И боятся масс. Поэтому такие проекты, они должны запускаться, это политическое лидерство должно быть. Вот допустим, запуск прогрессивного налогообложения, это должно быть проект политического лидерства. Должен политический лидер сказать, мы это запускаем. Потому что это нужно для сохранения общества. Богатые должны платить больше налогов, чем бедные. Потому что иначе мы в условиях войны попадем в ловушку антисолидарного такого состояния. Без этого нет общества. Без этого есть масса. Да. Толпа, как угодно. Атомы, архипелаги общественные. Ну, скажем, эхокамеры там свои тусуются. Как разбитое зеркало. Да. Фрагменты. Совершенно верно. Тусуются, каждый живет в своем мире. И свои блогеры, свои... И каждый в своем фрагменте разбитого зеркала видит отражение части себя. Себя, да. Целое не видит. Эхокамера это называется. А общества нет, по большому счету. И поэтому войны выиграют кто? Экономики, общество. Солидарные. Солидарные. Совершенно солидарные единицы. Поэтому война это еще хороший повод запустить реформы. В нужном направлении. В направлении создания общественного договора. Это тот как раз мостик первой части нашего разговора. Я думал, почему все незападные страны нестабильны, постоянно боятся разного рода бунтов, в заговорах, в выборах, в совершенно выборах, потому что это несет угрозу стабильности государства. На это они отвечают репрессиями. Почему? Потому что нет полноценного общественного договора. Вот взять тоже Америку, взять там любую западноевропейскую страну, при всех их недостатках, противоречиях, там этнических проблемах, расовых и так далее. Но есть общественная договора. Все равно это работает машина. Она работает. Да, батл, конечно, там замес сейчас между Трампом и Байденом крутой. Но для государства это. Но я бы, да, есть проблемы там Техас, и так далее, по штатам Техас, штаты демократические, штаты республиканские. Но тем не менее, фундаментальных каких-то угроз американской государственности, или британской, или французской, я не вижу. Потому что, посмотрите, общественный договор, Конституция, как они относятся к правкам Конституции? У них каждая правка в отдельную рамку внесена. А у нас фактически можно было Конституцию менять, там преамбулу, ради политической технологии, перед выборами. Конечно, потому что Конституция это общественный договор. Без общественного договора Конституция это документ, это буква, но не дух конституционализма. Правильно, потому что без общественного договора законы превращаются в репрессивные декларации. Репрессивные политические декларации. Это уже не законы, это репрессивные политические декларации. Это все равно, что на столбах развешивать объявления, Как во время Второй мировой войны немцы развешивали, явиться туда-то в десяти часам, иметь при себе какие-то вещи. То есть это уже незаконно, это просто репрессивная декларация государства. Или это декларативная, ну скажем так, документ декларативный, либо репрессивный документ. Репрессивная имплементация. Но если репрессивная имплементация, то она не легитимная. Закон должен быть легитимным для того, чтобы его исполняли. Декларативный это у нас было до войны. Как у нас говорили, суровость законов компенсируется их невыполнением. А сейчас как бы эта форма такая может быть репрессивная. Но для этого нет возможности это долго поддерживать на репрессивный уровень. Спасибо за этот разговор, потому что мне очень важно, ну собственно вы работаете в этом направлении, что налоги это не финансово. Это верхушка, это социальная категория. Это политэкономическая категория. Конечно, как и экономика, это не экономикс, это политическая экономия. Потому что это касается общественных отношений, это касается государственности, его стабильности. Особенно если речь идет во время войны и война затянулась, значит для государства. Если война затягивается и государство выстояло, ну например, как Украина, это открывает возможности для того, чтобы его реформировать. И если мы хотим играть в долгую, неважно, долгая война или долгое там послевоенное восстановление, или долгое будет, скажем так, напряжение. Ну, никто не гарантирует нам, что мы уйдем от какого-то ближневосточного сценария на Дальнем Востоке Европы. Или там Ближний Восток Европы. Пусть будет так это сказано. Так никто же не сказал, может и такое быть. Поэтому надо научиться жить в таких условиях полувоенных, реформировать себя, создавать общественный договор. Пример Израиля, кстати говоря, это показывают. А за Израилем потянули другие арабские монархии, потому что надо выживать в этом мире. И таким образом Ближний Восток начинает преобразовываться. Хотя государства создавались, грубо говоря, на песке, в буквальном и фигуральном смысле этого слова. Это были просто помечены империями британской или французской территории. Но для этого политические элиты должны быть больше заинтересованы в диалоге с обществом, своим обществом, чем с внешними партнерами. Конечно, мало диалогов с внешними партнерами. Должен быть диалог с теми, кто тебя выбирает. Выборы это не раз-два. Делегативная демократия. Помните, был такой Дильермо О'Донелл, аргентинский политолог. Вот он говорил, делегативная демократия. Вы избрали меня, а дальше сидите, ждите там 4-5 лет. Потом вернемся. Нет, это должен быть... Ну, как говорит Ринан, когда-то писал, что такое нация. Это ежедневный референдум. Что такое общественный договор, перефразирую. Это ежедневный общественный диалог. Власти, лидера и, назовите, гражданами, подданными, населениями, массами, обществами и так далее. Ну вот на такой ноте закончим сегодняшний, как всегда, блестательный разговор. Спасибо, Алексей Кущу. Вот сегодня... Это говорит и доказывает Карасев, так что, видите, я обещал вам хороший содержательный разговор. Конспирологии почти не было. Ну что такое, Алексей? Можно какую-нибудь конспирологию тут покинуть? Что там с Ватиканом происходит? Куда там? Что там папа, откуда? Кто его там? Какие кардиналы там, скажем, мутят воду? Как Высоцкий пил. Эх, если бы на меня не накинули аркан. Я бы махнул стакан и в Ватикан. И в Ватикан, да. Да, было такое. Высоцкий как раз очень точно подмечал. Настоящий городской поэт, скажем, шансон. Такой шансонье советского, такой советский шансонье. Так что подписывайтесь на канал. Говорит и доказывает Карасев. У нас там 106 тысяч уже. Мы медленно, но уверенно движемся. Я бы не сказал, что заветные цифры. Мы тут не занимаемся телеологией, ставим цель какую-то. Просто работа там для вас, для умной аудитории. Поэтому пишите комментарии, ставьте вопросы, ставьте лайки для того, чтобы поддержать эту трансляцию. И, собственно, выступление Алексея Куща, я думаю, что чем больше зрителей увидят наш сегодняшний разговор, и Алексею это будет полезно и для страны, и для того, кто посмотрит. Завтра у нас военное ревью, или как там сказать, ну, точнее так, Стариковская среда. Олег Иванович Стариков, завтра военный эксперт, военная контрразведка, полковник военной контрразведки. В 13.10. Не забудьте. До завтра. Алексей, спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Так. Спасибо.